Субтитры делал DimaTorzok А вот это видео датировано уже 2010 годом. 10 активистов Greenpeace Франции заблокировали вблизи Парижа состав с радиоактивными отходами, которые должны были уйти в Россию. Очередную партию с 650 тоннами гексов Торидорана должны были погрузить на борт судна. Капитан Курапеев и отправить в нашу страну, как вы видите, люди остановили движение на железной дороге. И им, как ни странно, ничего за этого не было. Их никто не задержал. Никогда такого не было и вот опять. В Российскую Федерацию возобновили ввоз ядерных отходов. 12 тысяч тонн планируют ввести в нашу страну в течение ближайших лет. Эта программа что произошло? Больше трэша, больше ада в эфире. Начнем с главного. 12 тысяч тонн гексов Торида урана из Европы везут в Россию в течение ближайших лет. С июля по октябрь ввезли уже 3,5 тысячи тонн. Ввозят его не как ядерные отходы. Его ввозят как металл. Это отходы от ядерных атомных электростанций, которые переработать нельзя. Поэтому, соответственно, была придумана хитрая схема, по которой эти металлы ввозят в Россию на дополнительное обогащение. Ну, чтобы придать им опять типа товарный вид и вывести их обратно. При этом более 90% этих веществ нельзя никаким образом заново преобразить. Да, какая-то маленькая часть там может быть поддается какому-то воздействию и высылается обратно. А остальное остается на территории нашей страны. Остается как отходы. Остается вот в этих бочках металлических. Отвальный или обедненный гексов Торида урана, сокращенно ОГФУ, нарабатывается в результате обогащения сырьевого природного гексов Торида урана. Но не весь побывавший в центрифугах прошедший процесс обогащения гексов Торида урана становится целевым продуктом. Только малая его часть используется по назначению. А основная доля уходит в отвалы. В процессе производства ядерного топлива для АЭС на каждую единицу произведенного на разделительном заводе нужного урана приходится 6-8 единиц ненужного. То есть обогатил до топливного 1 кг урана, получил 6-8 кг очень проблемных и высокотоксичных отходов. А проблема их прежде всего в том, что умы науки ядерной до сих пор не придумали, что с таковыми отходами делать. Пока что единственное решение, что пришло атомщикам развитых стран на ум, так это свозить такие отходы на хранение в страны третьего мира, например, в Россию. То, что мы здесь все подохнем, это не касается ни Германию, которая этим занимается, ни тем более правительства Российской Федерации, для которых этот шаг – возможность заработать, возможность сказать, что ребята теперь все попрет, у нас финансы дополнительные появились. Самое печальное так это то, что ввозимые отходы будут просто храниться в бочках на территории различных предприятий Росатома. Храниться они будут там вечно. Гексавторит урана представляет из себя летучее порошкообразное кристаллическое вещество, устойчивое при условии содержания в сухой среде. При температуре 56 градусов Цельсия переходит из твердого состояния в газообразное, минуя жидкую фазу. Давление насыщенных паров при этом становится равным атмосферному. Но это вещество не только радиационно опасно, оно еще и очень токсичное. Вдох одного грамма может быть летальным. Обедненный гексавторит урана проявляет те же самые химические свойства, что и гексавторит урана в природной концентрации. И поэтому представляет очень серьезную опасность для окружающей среды и человека в случае утечки. Один из пунктов назначения эшелонов с таким добром – это город Ангарск. Здесь люди уже пребывают в состоянии шока. А начинаем мы выпуск с буквально радиоактивной новости, от которой наверняка вздрогнет весь регион. О риске разгерметизации контейнеров с гексавторитом урана в Ангарске заявила комиссия Совета при Президенте России по правам человека. Ее специалисты побывали в Иркутской области. Итоги выездного совещания оказались неутешительны. Подробная информация о визите размещена на соответствующем сайте. Там же данные от Ростехнадзора о том, что контейнеры с обедненным гексавторитом урана хранятся на территории Ангарского электролизного комбината под открытым небом и ржавеют. Ну и, к слову, Совет по правам человека при Президенте после этого расформировали. А вернее, поменяли его состав. Теперь жители Ангарска с новым составом Совета по правам человека, видимо, больше ничего не угрожает. А вот другая локация на карте России, куда повезут радиоактивные отходы, это город Новоуральск. Здесь их также будут хранить в бочках. В России для хранения гексавторита урана используются в основном стальные емкости объемом 2,5 кубометра. Вместимость таких емкостей 6-8 тонн. Они изготавливаются из легированной стали со стенками толщиной не менее 8 мм. Продолжительность безопасной эксплуатации таких емкостей оценивается в 80 лет. Уральский электрохимический комбинат недавно отметил свое 70-летие. Еще 10 лет у комбината в запасе есть. А потом или перекладывать радиоактивные помои в новые емкости, либо продлевать срок службы старых. И если сейчас Росатоми массово практикуют продление срока службы отработавших свои 30 лет ядерных реакторов на АЭС еще на 30 лет, а не выводят их из эксплуатации, что строго предписано техническими регламентами, то что можно говорить про простые стальные емкости? Мы, да и вы, наверное, тоже очень хотели бы увидеть эти самые емкости, увидеть, в каких условиях они хранятся. И скажу вам честно, наша съемочная группа готова была в любое время подорваться и скататься в город Новоуральск. Это очень красивый и современный город. Здесь нет трущоб. Дома в основном высотные. Расположен Новоуральск в 54 километрах от третьего по размеру мегаполиса страны Екатеринбурга. В лесу, в горах, на живописном берегу пруда. Логика чиновников из Росатома понятна. Мало того, что здесь расположен комбинат, где уже и так есть площадка для хранения гексов Торида Урана, так здесь еще и живет народа мало, чуть менее 100 тысяч человек. Но рядом-то, рядом агломерация с населением около 2 миллионов человек. Одна беда, город этот закрытый. На территории города располагается режимный комбинат Росатома. И вот уже на территории этого самого комбината как раз та площадка и есть, куда бочки свозят. Если пропуск на территорию города правдами и неправдами оформить можно, то вот уже на комбинат, а тем более на саму площадку, которая, к слову, тоже отдельно охраняется, уже никак не попасть. По словам бывших работников УЭХК, как называется сокращенный комбинат, снять с ее великолепия можно только с помощью дрона, запущенного из города. Но сотрудники ФСБ, что дежурят там постоянно, точно не дадут его запустить, а запущенный собьют. Но нам неожиданно помогли и сами работники комбината, которые в этом году к 70-летию Онова сняли клип местного творческого коллектива. Видео выложили, конечно же, в YouTube. Здесь отлично видно цеха, лаборатории. Ну и, как ни странно, ту самую площадку с емкостями, наполненными гексавторидом урана. Клип, конечно, красивый, да и весьма информативный. Спасибо им! Да-да, вот они, родненькие, те самые емкости. Но площадка, как мы только что увидели, пока еще почти что пустая. Интересно, а как скоро она заполнится? И сколько добра радиоактивного вообще туда свезут? Впрочем, ответ на этот вопрос позволяет получить спутниковый снимок с Google Card. Вот это та самая площадка хранения фирмы Оренко в Германии. Вот все это как раз и вывезут в Новоуральск и в Ангарск. Неужели только я один заметил, что у нас из страны в последние несколько лет выводится все, что только можно вывезти? Нефть, газ, алмазы, металл, уголь, лес, байкальская вода и та продана в Китай. Я уже не говорю о том, что в последний год активно вывозят золото, валютный запас страны за границу. А взамен-то что? А взамен, как вы видите, исключительно радиоактивные отходы. Ну и еще, наверное, бытовой мусор из Европы, который тоже, похоже, скоро повезут. Как вы уже знаете, соответствующие ведомства и бизнес-структуры ряда европейских стран бы проявили большой интерес к строящимся полигону в ШИСе и к другим подобным объектам в стране. Вообще, были мы когда-то сверхдержавой, ребята, потом 30 лет мы вставали, вставали и еще вот вставали с колен и наконец-то встали. Ну и как результат, Росстат зафиксировал увеличение доли семей, которым денег хватает только на еду и одежду. По данным ведомства, доля таковых во втором квартале 2019 года составила 49,4%, что на 0,2% больше, чем в предыдущем квартале. Об этом свидетельствуют свежие данные ведомства. Реальные доходы россиян падают шестой год подряд, то есть с момента присоединения Крыма и введения западных санкций. По итогам 2018 года почти 20% жителей России сообщили о резком снижении зарплат. И это данные Российской Академии Госслужбы при президенте. А в 2019 году заметили сильное ухудшение своего материального положения уже каждый четвертый россиянин. За два последних года число граждан, планирующих свое будущее на ближайшие 5-6 лет, сократилось с 17 до 11%. А вот чтобы не были вам страшны последствия вставания такого с колен, расскажу вам одну вещь. Есть у меня приятель один этак слоу-брокер с 10-летним стажем. И я его как-то спросил, неужели ты еще выживаешь? А он оказывается теперь на китайцах зарабатывает. Есть такая компания Синопек. Мне стало интересно, решил посмотреть, что за зверь такой. Оказывается, действительно существует такая. И если вкратце, это одна из топовых международных нефтехимических корпораций. Акции торгуют на Нью-Йоркской бирже и никак не дешевеют. Сегодня они стоят 28 долларов. А эксперты прогнозируют рост до 60 и даже до 75 американских рублей за акцию. Я, конечно, сам не особо в этом разбираюсь, но попробовать купить акции этих штук 30, думаю, можно. Потом расскажу вам, что из данной затеи получилось. В общем, если кому-то это интересно, то в описании оставлю вам ссылку на площадку. Здесь и ценные бумаги Синопека можно приобрести, причем без лишних заморочек. Арбитражный суд Челябинской области принял искон налоговой инспекции региона с требованием признать банкротом завод-прибор. Из-за долга по платежам в 440 миллионов рублей. Завод работает по оборонзаказу и входит в структуру корпорации Ростех. За последние три года прибор пытались обанкротить трижды. Осенью 2016 года с таким заявлением в суд обращалась компания «Русское небо». Через год эта фирма повторила попытку банкротства. А в 2018 году завод попытался обанкротить некоторые фирмы «Алмаз» и «Схмао». Но в удовлетворении исков всякий раз отказывали. А Чебоксарский завод модельной оснастки суд уже признал банкротом. На нем открыто конкурсное производство. В реестр требований кредиторов включено 92 миллиона рублей. Согласно судебному решению, восстановление платежеспособности завода уже невозможно. Поэтому предприятие свою деятельность прекратило. А налоговая служба просит признать банкротом Всеволожский завод алюминиевых сплавов. Претензии к нему у ведомства возникли еще в 2017 году. Тогда предприятие привлекли к ответственности за неуплату налога на прибыль. Кроме того, завод обязали покрыть недоимку в 1 миллиард рублей и заплатить пене в размере более 300 миллионов рублей. Небольшое, но весьма важное объявление. Со следующей недели содержание программы «Что произошло» на каналах Крик Ньюз и «Реальная журналистика» будет кардинальным образом отличаться. Это будут две совершенно разных программы. Рекомендую подписаться на оба канала и не пропускать их. Не пожалеете. Ссылки в описании. За сим разрешите отклониться. Смотрите программу «Что произошло» на Крик ТВ в течение всей недели, а по субботам в Ютубе на каналах Крик Ньюз и «Реальная журналистика». Еще раз напомню, что со следующей недели это будут совершенно разные программы. Так что смотрите обе на обоих каналах и на каналы. Сами не забывайте подписаться. Причем проверяйте подписку, ибо, как показывает практика, вас отписывают вопреки вашей воле. Кроме того, обязательно нажимайте колокольчик и активно лайкайте видео и комментируйте его. Если чего случится или есть что добавить, то обязательно звоните к нам в редакцию по телефону 8 343 262 79 37. Пишите письма и ищите на соцсетях. Добавляйтесь в друзья. Сообщайте новости. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok